Мордорские новости мордорят всю страну. СК возбудил уголовное дело против мужчины, которого смертельно ранил росгвардеец во время задержания. Материал от 21 ноября 2021 года. Управление Следственного комитета Московской области возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь силовика ст. 317 УК против 53-летнего жителя Солнечногорска смертельно раненого во время задержания. По версии следствия, в ночь с 20 на 21 ноября подозреваемый распивал спиртное вместе с сожительницей в частном доме. В это время между ними произошел конфликт. После ссоры мужчина ушел в дом своей матери, где по информации ведомства он убил родственницу и поджег ее дом. Затем мужчина взял ружье и пошел обратно к сожительнице. Он начал стрелять по дверям, требуя от женщины выйти к нему. Ей, находившимся в доме родственникам, удалось скрыться от выстрелов и вызвать полицию. Когда на вызов приехал наряд Росгвардии, мужчина оказал сопротивление. Начал стрелять по сотрудникам. В ходе задержания правоохранители открыли огонь, и мужчина получил смертельное ранение. Говорится в сообщении ведомства. Так это было или не так, друзья? Мы сегодня читаем новости и уже понимаем, что не все бывает так, как нам рассказывают. К сожалению, это бывает зачастую уже не так. То есть опишут, распишут так, чтобы люди все согласились. А когда узнаешь правду, то тому гу-го как раз все совсем наоборот. Был другой случай, когда 28 мая в Новосибирске сотрудник ДПС случайно, понимаете, случайно выстрелил в голову 19-летнему молодому человеку, скончавшемуся в больнице. Правоохранитель сопровождал мужчину в служебный автомобиль для установления личности. 19 лет, что ему нужно было от 19-летнего парня. Друзья, они сейчас начали задерживать всех. 14-летних девчонок в Питере задержали. Везде есть видео, как их задерживают, как их заталкивают в автомобиль 14-летних двух девчонок. А сегодня они оправдываются, силовики, и говорят, что все было совершенно не так. Но видео мы видим, как они их заталкивают. Что они хотели от 14-летних девчонок, которые перешли якобы дорогу в неположенном месте. И что? И что от того, что они перешли в неположенном месте? Ну, подойди, сделай замечание. Ты не имеешь права прикасаться. Это насилие над детьми. Это не органы правопорядка, которые насилуют потом в своих кабинетах этих малолеток. И убивают, кстати. А потом выбрасывают. Вы понимаете, что творится у нас сегодня, господи, граждане России? И очнитесь. А здесь случайно выстрелил в голову мальчишки 19-летнему, который не хотел садиться в машину, потому что знает, как только он попадет к ним в отделение, ему будут палку засовывать в одно место. И опять-таки насилие, опять-таки издевательство. Да что это творится у нас? У нас что, страна зверя какого-то? У нас звери у власти. Силовики – это звери? Что творится? Господин президент Российской Федерации, что вы себе думаете, сидя там наверху, попивая свой кофеек или чаек и поплевывая на народ? Так что ли? Вы можете навести в стране порядок? От силовиков защитите детей, которые стреляют случайно в голову, которые насилуют 14-летних в своих кабинетах девчонок, а потом случайно выбрасывают и ни в чем не осознаются. Что творится, президент, у тебя в стране? Того полицейского, который случайно застрелил в голову, причем он достал свой пистолет, когда парень сопротивлялся, и он случайно застрелил, случайно выстрелил, его оправдали. Следователь заменил ему меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Ау, люди! А Приморского депутата? От КПРФ? Алло, Зуганов, ты где? Что у тебя творится? Или по старости лет уже не можем навести порядок? Что происходит в стране? Артем Самсонов отправили его в СИЗО по обвинению в расстрелении малолетнего ребенка. Брунзенский районный суд Владивостока избрал меру пресечения для депутата Заксобрания Приморского края Артема Самсонова. Его по ходатайству следователя отправили в СИЗО до 17 января. Меру пресечения Самсонову начали избирать накануне, но ему стало плохо в зале сюда. Ах, какие мы разыгрывать спектакли! Мостаки! И так ему стало плохо, из-за чего депутата увезли на скорой помощи в больницу. По словам адвоката, врачи фиксировали у Самсонова высокое давление, а когда расцелевал, не было высокого давления. Ну, теперь давайте, друзья, отвлечемся и уйдем мы к китайской теннисистке, которая пропала после обвинения экс-премьера в домогательствах. И эта теннисистка появилась на публике. Китайская теннисистка Пэн Шуай, пропавшая после обвинения экс-премьера в домогательствах, появилась на публике. И даже опубликовали видео, где Пэн Шуай в качестве гостя принимает участие в турнире в Пекине. Глава Международной женской теннисной ассоциации Стив Саймонс после публикации видео усомнился в том, что Пэн Шуай свободна и самостоятельна в своих действиях. Я продолжаю беспокоиться за ее здоровье и безопасность. Многие спортсмены выразили обеспокоенность в связи с пропажей Пэн Шуай после того, как она обвинила первого вице-премьера Китая Джана Гаоли в домогательствах. Надо сказать, немолодая это уже девушка, ей 35 лет, и она в своем аккаунте в социальной сети рассказала о том, что ее принуждали к интимным действиям с политиком, который в 2013-2018 годах занимал пост первого вице-премьера Китая. Вскоре сообщение удалили, а теннисистка перестала выходить на связь. Китайский государственный телеканал 17 ноября показал электронное письмо, якобы написанное спортсменкой, в котором она отказывается от своих обвинений и говорит, что находится в безопасности. Вы можете поверить? Если бы это было в России, мы бы тоже не поверили. А Китай? А Китай – та же самая система. Опубликовали ее письмо, где она говорит, «Я не пропала, и мне ничто не угрожает. Я просто отдыхаю дома, все в порядке». При этом адрес электронной почты, с которой было отправлено письмо, не виден на скриншоте, а посреди одного из предложений стоит курсор, появляющийся при наборе текста. Глава теннисной ассоциации Стив Саймон заявил, что ему трудно поверить в то, что этот текст принадлежит Шуае. «Всему миру нужно независимое подтверждение тому, что она в безопасности», – подчеркнул он. Ассоциации теннисистов-профессионалов, первая ракетка мира «Серб» Новак Джокович, японка Наоми Асака и другие спортсмены потребовали проведения полного и независимого расследования произошедшего. Пен Шуай – бывшая первая ракетка мира в женском парном разряде. На ее счету две победы – в турнирах «Большого шлема» в женском парном разряде «Уимбилдон-2013» и открытый чемпионат Франции в 2014 году. Вы понимаете, вот вы растите своих детей, радуетесь их победам. А далее – те люди, которые наверху считают, что это их рабы, их рабыни, и принуждают делать все, чего они там пожелают. Эти старые немощные. Покупайте, старики, покупайте. Но зачем принуждать? Ну вот ему понравилась именно эта теннисистка, потому что она первая, потому что она лучшая. А именно лучших хочется поиметь. Вероятно, так они себе… Ну, кто им позволяет это, друзья? А мы же и позволяем. Мы все те, которые молча стоим и слушаем, что произойдет. Мы все те, которые не хотим заступаться за своих детей. Знаете, когда-то это должно прекратиться. Когда-то вот это отношение к молодому поколению, которое должно подчиняться каким-то слюнявым старикам, это должно измениться. Этого не должно происходить, друзья. Мы должны жить по-другому. Мы должны создать государство другое. Видите, сегодня Билл Гейтс меняет государственную власть. Как оно поменяется, мы не знаем. Каким образом и в какую сторону изменится власть, мы тоже не предполагаем. Пока ничего хорошего не происходит. Однако же всегда мы надеемся, что будет лучше. Лучше, чем сегодня. Но нам тоже остается только надеяться. Но знаете, от позиций каждого из вас зависит жизнь всех остальных. Я Таня Карацуба. Сеид Бурхан.